Кэшбэк сервис Letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум аккаунт в подарок, смотрите в описании. Монолог Джораха Мармонта. Железная кольчуга и стальной панцирь на груди. Металлические перчатки на руках и на голеннике на ногах. Шлем с забралом на голове. Рыцарь в полном вооружении может выстоять против меча, копья и топора. Но валерийская сталь проходит сквозь его защиту, словно сквозь ткань. Насколько железо превосходит бронзу, настолько валерийская сталь лучше обычной. Легче, но прочнее и ничто не держит заточку так, как она. Если попробуете наточить валерийский клинок, вам понадобится еще один точильный камень. И может быть еще одна рука, чтобы держать его. Никто не знает, как валерийцы ковали свою сталь. Теперь лишь очень немногие кузнецы сумеют хотя бы перековать ее. Этот секрет, как и многие другие, погиб вместе с их цивилизацией. Многие утверждают, что они вплетали в расплавленный металл заклинание и раскаляли его в пламени дракона. Когда вы увидите валерийский клинок, дымчатый и темный, словно впитывающий свет и идущий рябью тысячу мелких волн, то не сможете пренебрежительно фыркнуть. Существующая сейчас валерийская сталь – это все, что нам осталось. Немного ее сохранилось в цитадели в цепях мастеров, где звено из валерийской стали означает постижание тайных наук, что бы это ни означало. Немного ее странствует по миру в виде подарочных кинжалов и украшений для богатых купцов. Мне довелось узреть дотракийский аракх. Но гораздо больше валерийской стали осело в знатнейших домах Вестероса, как величайшая драгоценность. Меч передается от отца к сыну из поколения в поколение. Лед в доме Старков. Губитель Сердец в доме Тарли. Леди Отчаяния в доме Корбреев. Но даже ценнейший из сокровищ можно не сберечь. Блэкфайр Эйгона Таргариена и темная сестра Весеньи исчезли во время восстания Даймона Блэкфайра. Глупый король на скале взял светлый рев дома Ланнистера в Валирию и ни меча, ни его самого больше никто не видел. А еще есть мечи, которые не были потеряны, но лишились своих владельцев. Пять веков длинный коготь был гордостью дома Мормонтов, моего дома. Даже оставшись без гроша и весь в долгах, я предпочел продать человека, а не меч. И когда о моем позоре узнали, я бежал на восток. Я оставил меч отцу для более достойного наследника. Валерийская сталь – чудо света. Острее разума, более редкая, чем добродетель. Но даже этот клинок ранит не так глубоко, как предательство сына. И на него не купишь прощения.